МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо фейерверка в небо Канинской тундры взмывают тензии. Этот жест знаменует начало торжеств в честь главного национального праздника ненцев. Уже через несколько минут здесь огласят имена первых в истории региона почетных чумработниц Ненецкого округа. Профессиональная награда под порядковым номером один присвоена Светлане Ануфриевой. Хранительницей тундрового очага кочевница работает почти полвека. Сразу после награждения чумработница отправляется к своему жилищу. Так называемая минутка слабости, когда можно полюбоваться на цветы, что в тундре безусловно редкость, и с гордостью рассмотреть нагрудный знак. В интервью Светлана признается, в молодости покинула очи чум и хотела остаться в городе. Но потом все равно вернулась. Когда я уехала в город, и мне во сне все снились олени. И я спросила у одной старушки, говорю, вот мне снятся олени. Она говорит, значит вы будете с оленями жить. Стирка, уборка и короче вот так все. Целый день суматохи в общем. Без чумработниц здесь, в стойбище, невозможно представить полноценную жизнь кочевников. Ведь женщины у ненцев не только стирают, готовят и убирают, но еще и шьют, носят воду и колят дрова. Одним словом, все хозяйство держится исключительно на хрупких плечах. А мужчины тем временем пасут оленей. Что, кстати, тоже непросто. В любую погоду, будь то дождь или пекло, метель или мороз, они один на один с тундрой. Но это в трудовые будни. День оленя для ненцев – тот редкий случай, когда можно встретиться с родней из соседней бригады, обменяться новостями и поупражняться в ловкости. Традиционно во время празднования Дня оленя в тундре выявляют лучших кочевников. Вот, например, здесь оленеводы соревнуются в меткости. Нужно закинуть тензей на хорей. Это, кстати, одна из дисциплин северного многоборья. А еще необходимый навык для оленеводов. Ведь именно тензеем, жесткой веревкой, кочевники собирают оленей на убой. Один из самых метких здесь – Алексей Чупров. В этих краях юноша родился и вырос. Потом уехал учиться, а два года назад вернулся на родной Канин. Есть возможность в город переехать, но я ближе, наверное, сюда все-таки. А почему? Ну, я здесь вырос и здесь все-таки роднее, родная земля. Рядом с соревновательной площадкой по метанию тензея – прыжки через ненецкие санки-нарты. Еще один национальный вид спорта. Ох, у меня ноги не болят. В этой дисциплине Сергею Ваучейскому нет равных. Через огромные сани он перепрыгнул 72 раза. Молодой кочевник уже во второй раз стал победителем. Нет, короче, сложного ничего. Надо как умение, короче. Немножко попрыгал, да. Лучших чествуют аплодисментами, а в награду самым ловким, быстрым и метким – медали и бытовая техника. Теперь оленеводы будут наслаждаться последними теплыми деньками. Впереди у них тяжелый трудовой год. Оленеводческим бригадам предстоит пройти сотни километров бескрайней тундры, выпасти тысячи оленей и пережить еще одну суровую полярную зиму. Впрочем, для кочевников это самая главная награда. Почетный оленевод живет в Тиманской тундре. Оленеводу из ПК Индиго Федору Белугину. Первому в регионе присвоено профессиональное почетное звание «Почетный оленевод Нинецкого автономного округа». Награждение прошло в рамках празднования Дня оленя. На берегу реки Белое, где традиционно встречаются бригады оленеводческого хозяйства, чтобы отметить профессиональный праздник, выступили артисты, прошли соревнования по национальным видам спорта и подведены итоги производственного года. Час на вертолете от Наринмара до Индиги и еще 20 минут до стойбища. Здесь, на берегу реки Белое, у озера Чумовище, бригады кооператива Индига традиционно встречают День оленя. Сюда же приезжают жители поселков Индига и Баучейский. Многие из них когда-то работали в тундре, и для них этот праздник тоже любим. В начале августа солнце уже не жарит, комаров становится меньше, в тундре поспевает морожка. Накануне осенних просчетов, когда хозяйства будут оценивать количество и качество поголовья, можно немного передохнуть и подвести итоги прошедшего года. За прошедший год поголовье в бригадах СПК Индига сократилось. Затяжная весна, засушливое лето и болезни сократили стадо на 2000 голов. Наносят урон оленеводческому хозяйству и волки с бурыми медведями. Во время отела дикие животные гоняют стадо, что становится причиной выкидышей у важенок. Но оленеводы не переживают. Нынешний отел прошел успешно. В стаде подрастают оленята, а значит вскоре поголовье вырастет. Сейчас у тундровиков ответственный период. Олени должны нагулять вес, чтобы к убойному периоду повысить качество мяса. В этом году в основном категории была первая-вторая. В этом году убой проводился на двух убойных пунктах. Это село Нижнепеша и село Коткино. В Коткино мы забили три бригады. Пеший одну. Так как по времени и по маршруту очень далековато. Надо подстраиваться под каждое хозяйство, чтобы в сроке успеть. Каждый оленевод знает – от ловкости рук и меткости глаза зависит качество его упряжки. Поймать самого лучшего оленя в стаде – задача ежедневная. Но сегодня заорканить мишень как-то не получается. Как говорит судья соревнований Андрей Евтысый, оленеводы привыкли работать с движущейся мишенью. Каждый оленевод имеет минимум два тензея – кожаный и капроновый. Зимой хорошо использовать кожаный. Он не черствеет на морозе, а летом – капроновый, чтобы не повредить чувствительные рога оленей. Забота об оленях проявляется во всем. Так, в этом году до 300 метров сокращена протяженность трассы для гонок на оленях упряжках. По сухой траве тянуть нарты трудно. А после душного лета силы животных еще не восстановлены. Тем не менее, занять почетное первое место хочет каждый. У всех секреты свои, но общий один. Передовой олень, который ведет всю упряжку, должен быть надежным. Подбирал рысака, но сей год он мне что-то подвел. Как-то на рыси хотел выработать, но подвел маленько. Ну, ты его учишь года три ему. Но он лет десять – это самый такой максимум. Ну, чтобы он у тебя передовым был хорошим. А все потом, ну, вот так, восемь, семь, восемь, девять вот так. Вот самый такой хороший возраст. А потом все лучше. Он же как, ноги уже не те у него, старость, ноги болят. Он же постоянно тянет. У него же потом суставы все болят. В этом году соревновались восемь упряжек. Как говорят оленеводы, цифра вполне стабильная. С кадрами здесь проблемы имеются, но решаются. Без них хозяйству не выжить. Руководство кооператива ведет переговоры с соседними общинами и колхозами. Как результат – четыре нанятых оленевода из Омы и Неси. В этом году впервые в регионе двум оленеводам округа присвоено профессиональное звание «Почетный оленевод Ненецкого автономного округа». Почетное звание присваивается за значительные заслуги в сфере оленеводства, выдающиеся достижения и высокое мастерство тем, кто проработал в округе не менее 15 лет. Одну из наград вручили Федору Белугину. Также сотрудникам кооператива вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, почетные грамоты Ненецкого округа и благодарственные письма от Союза оленеводов округа. Когда заслуженные награды получены, можно садиться к столу. Традиционный суп из оленины и голод утолит и восстановит силы после физических нагрузок. Самое вкусное – хребет. Вот так. А варите, чем дольше, тем лучше, мягче будет. Ну, поставила я его в 6 часов утра. И все, и вот получился такой вкусный суп. За миской супа и чашкой чая приходит долгожданное общение. День оленя – единственная возможность собраться за одним столом разным бригадам. Затем последуют просчеты, перекочевка на зимние пастбища, убойная кампания и долгая зима. Праздничную стоянку у озера Чумовище оленеводы покидают до следующего августа. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Новые знания и яркие впечатления получили юные жители округа, которые накануне посетили этнокультурный центр. Для детей была организована познавательная программа, во время которой ребята научились здороваться на ненецком языке, знакомиться друг с другом и играть в национальные игры. Также дети посетили выставку, посвященную Дню оленя. Алиса Литкова исполняет песню «Тучейка» на ненецком языке. Девочка не только хорошо владеет родным языком, но и знакома с культурой и бытом коренных народов Севера. Поэтому с удовольствием проводит для нас экскурсию и рассказывает о главном экспонате выставки «Северном олене». Ну, это для красоты так, чтобы было красиво. А вот это, чтобы поворачивать. Вот тут такое колечко специальное, сюда палец и сюда вот. Так, если так делать, то вот тут у него зажимается и болит, а там нет. И он поворачивается в ту сторону. Видела сама оленя? Каталась? Да, я каталась на оленево-прашке. А что олени кушают? Олени едят, ну, такую специальную траву для них. Ну, есть маленькие оленята, они вот могут есть там яблоки, морковки там. Выставка «Олень. Это жизнь», посвященная главному национальному празднику, открылась 1 августа и будет работать до середины сентября. Поэтому посетить ее смогут все желающие. На этой выставке можно увидеть все, что связано с оленем. Это чум, рядом с которым пасутся олени, да. И вот шкура оленя как бы является покрышкой для чума. Одежда национальная, тучейки, представленные бубен, тензей тоже делается, да, он из шкурки оленя. Обувь национальная, куклы, изделия из рога здесь представлены. Многие экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. Например, девчонок больше всего заинтересовал чум. Выставка, посвященная Дню оленя, далеко не единственное мероприятие, которое проводит этнокультурный центр. В рамках познавательной акции «Культурные каникулы» сотрудники ЭКЦ организуют для юных жителей округа различные мастер-классы и народные игры. Каждый раз они посвящены новой теме. Мы скажем «Здравствуйте» по-немецки. Ань, здорово! Ань, здорово! Молодцы! А сейчас по коме. Бурлум! Бурлум! А вы знаете, какой сегодня праздник? День. День кого? День оленя. В День оленя дети не только узнали, как здороваться на ненецком языке, что в переводе на русский означают слова «ты» и «сую, котя», но и весело провели время. Вот должен тебя поймать! Ань, кот! 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 После активных игр перешли к мастер-классу. Сегодня дети вырезали из бумаги оленей и собачек. Все эти фигурки ребята заберут домой в память о прекрасно проведенном времени, новых впечатлениях и знаниях. Впрочем, своими знаниями сотрудники этнокультурного центра готовы делиться с каждым. Сегодня, да, в праздник День оленя особенно приятно проводить для детей такие ненецкие национальные игры. Так как у нас сейчас дети не совсем знают, да, наверное, народные игры, не только ненецкие, но и других народов, поэтому мы знакомим, они узнают игра Маленькова, игра Тепка. Они могут у нас надеть ненецкие костюмы, и мы можем рассказать про костюмы, да. Сегодня мы знакомились с ними на ненецком языке, здоровались, знакомились, узнавали какие-то слова, то есть новые слова для них. В рамках региональной акции «Культурные каникулы» этнокультурный центр Ненецкого округа каждую среду организует для детей познавательную программу «Народная и границы». Следующее мероприятие пройдет 9 августа с 15 часов. Оно будет посвящено Дню коренных народов мира. Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В День оленя жителей гости окружной столицы смогли попробовать этнообед в ненецком чуме, который был установлен в самом центре города. В меню национальной кухни традиционные ненецкие блюда. Бульон из оленины, скоросолка из белой рыбы, кровяные лепешки и травяной чай. Все желающие могли примерить национальный ненецкий костюм и почувствовать себя кочевником бескрайней тундры. Хозяйка чума Людмила разливает по тарелкам бульон из оленины. Это традиционное блюдо ненецкой кухни. На его приготовление требуется минимальное количество ингредиентов и никаких заморских названий. Все просто, но очень вкусно и сытно. Традиционный бульон ненецов в приготовлении очень простой. Используется только вода, мясо, соль и иногда заправляют мукой. Это все ингредиенты, которые необходимы в традиционном бульоне. Кроме бульона из оленины, в меню этнообеда скоросолка из белой рыбы, кровяные лепешки и травяной чай. Ответать блюда национальной ненецкой кухни сегодня могли все желающие. А местом встречи стал чум, который установили в самом центре города. Заглянул на огонек и гость из Череповца, Денис Антипов. Я попробовал, я не знаю, как это, суп, бульон из оленя. Я впервые в жизни пробую оленя. Очень интересный такой вкус, приятный. Мне очень понравилось. Если я в наших лесах повстречаю оленя, постараюсь его уговорить стать своим бульоном. Вообще у меня эта поездка, она состоит из приключений. Не просто было добраться, но от этого пребывание здесь еще более впечатляющее. Ну и вот я, кстати, впервые в чуме, хочу все зафотографировать. Такая очень интересная конструкция. Может быть, получится у себя тоже что-то подобное изготовить. Впервые гость из Череповца услышал и ненецкую речь. Хозяйки праздника исполнили песню на ненецком языке. В знак признательности за вкусные обеты гостеприимства ненецких девушек Денис Антипов, который, к слову сказать, приехал в округ для участия в молодежном творческом форуме «Тельвиско-арт» исполнил частушки. Этнообед в Наринмаре организован впервые и посвящен тем, кто не сможет окунуться в атмосферу настоящего тундрового праздника в День оленя. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Материальную помощь в связи с повреждением имущества в результате паводка получит 185 человек. В администрацию Заполярного района поступили пакеты документов от жителей Великовисочного, Харуты и Оксина, дома которых пострадали во время наводнения. В настоящее время выплаты получили 58 человек на общую сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. Наибольшее количество заявлений поступило из Великовисочного, а там от Большой воды пострадали 176 жилых помещений. Из Харуты поступило 8 заявлений, одно из Оксина. Средства на оказание материальной помощи предусмотрены в резервном фонде Заполярного района. Пакет документов от всех поступил. Сейчас у нас отдел ГОЧС обрабатывает эти документы и потихоньку уже отдают на распоряжение на сочинение уже выплаты. Сумма выплаты зависит от нанесенного ущерба. Если жилое помещение затопило ниже уровня чернового пола, жильцы получат 10 тысяч рублей. Если вода зашла выше чернового пола, но не достигла основного пола, сумма составит 20 тысяч рублей. В случае затопления основного пола, когда вода зашла в дом, граждане получат 30 тысяч рублей. Средства будут поступать на расчетные счета граждан или в случае непредоставления реквизитов в администрацию муниципального образования. Заполярному району поручено проработать механизм продажи билетов на пассажирские перевозки по Печоре через интернет. Глава региона Игорь Кошин поручил администрации Заполярного района, в чьи полномочия входит организация пассажирских перевозок между населенными пунктами округа, организовать разработку мобильного приложения для покупки билетов на речные рейсы. Сейчас пассажиры приобретают билеты у кассиров на борту суден. По мнению главы региона, в век развития цифровых технологий людям необходимо предоставить возможность покупать билеты дистанционно. Кроме того, заказ билетов через электронную систему позволит перевозчику заранее оценивать загрузку рейсов и эффективнее выстраивать маршруты по Нижней Печорью. В настоящее время муниципальное предприятие делает это в ручном режиме, обзванивая поселения и составляя предварительные списки. Пассажирская навигация в Ненинском округе традиционно открыта с июня по октябрь. В это время жители сел Нижней Печорья активно пользуются рекой, чтобы добираться до столицы округа или других поселений, расположенных на берегах Печоры. Услуги по речным перевозкам в Ненинском округе оказывает муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания». Ежегодно она перевозит порядка 12-16 тысяч пассажиров. Львиная доля затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок водным транспортом, субсидируется из окружного бюджета. В этом году округ выделил Заполярному району на эти цели более 9 миллионов рублей. Собственники многоквартирных домов смогут сами выбирать, каким образом будет производиться расчет платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды. Соответствующие изменения жилищного кодекса были одобрены Советом Федерации 25 июля и вступают в силу 10 августа. Подробнее об этом расскажем в материале выпуска. По новым правилам, если в многоквартирном доме есть счетчики, то платежи на общедомовые нужды должны считаться по ним. Но собственники квартир получают право провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. При наличии общедомового прибора учета они вправе принять решение, что будут оплачивать плату за ОДН, то есть общедомовые нужды, исходя из факта, указания приборов учета, а не по нормативу. Либо исходя из среднемесячной оплаты с последующей корректировкой, то есть какая-то некая средняя оплата будет считаться, а потом в конце года, допустим, она будет корректироваться управляющей компанией. Если жильцы многоквартирного дома собрание не провели, то платеж будет рассчитываться по нормативам, но опять же с последующей корректировкой. Она будет осуществляться в соответствии с порядком, который установит правительство России. В тех домах, где нет общедомовых приборов учета, будут применяться нормативы. При этом, если конструктивная особенность дома не позволяет, к примеру, взять воду для мытья полов на лестничной площадке, то и платить за это жильцам не придется. Раньше определялось наличием сетей, по которым коммунальная услуга предоставляется, то теперь наличие технической возможности потребить этот ресурс. Сейчас собственники должны сами определиться. Если их устраивает механизм платить по нормативу, то можно не проводить собрание, ничего не делать, и, соответственно, потом будет корректировка. Либо они проявят инициативу, проведут собрание и будут платить по факту, то, что показывает прибор учета. В случае, если тарифы или нормативы, установленные уполномоченным органом, изменятся, управляющим компаниям не придется проводить собрание собственников для изменения данных расходов в платежках. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Бизнес-инкубатор по выращиванию новичков. Объявлен очередной конкурс на предоставление офиса в Центре развития бизнеса Ненецкого округа. Заявки от потенциальных резидентов уже принимаются организаторами. Кто может воспользоваться комфортными условиями для развития собственного дела, узнала Любовь Пермякова. Молодой предприниматель Илья Кадикин показывает нам свои владения. Комплекс отдыха на природе, включающий в себя два древенчатых домика и беседку. Вот это у нас гриль-домик. Мы построили его в том году. Каркасная технология. То есть зимой и летом. В принципе, зимой не жарко, зимой не холодно. Сюда, в Центр экологического туризма, и летом, и зимой приходят гости. В холодное время года покататься с горки на санках, ватрушках, летом отдохнуть на природе с семьёй или друзьями. Уютные домики в живописном месте, мангал и качели для самых маленьких посетителей привлекают жители округа. Чтобы клиентам было удобно заключать договоры с представителями турбазы, с января этого года Илья и его команда переехали в бизнес-инкубатор. Мы располагались тоже в городе. В городе на Полярной мы были. Сейчас переехали. Можно сказать, основная причина, почему переехали, это экономическая. Здесь достаточно хорошие условия для предпринимателей. Низкая арендная ставка. Ну, вся инструктура, плюс всё равно центр города. То есть нам нравится, нам удобно. Очень удобно вести свои дела в бизнес-инкубаторе ещё 10 предпринимателей. Ведь для выращивания новичков созданы все условия. Каждый кабинет оборудован мебелью, обеспечен телефонной связью и интернетом. Здесь предприниматели могут получить помощь по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Срок размещения в центре не более трёх лет. По словам специалистов, этого периода достаточно, чтобы встать на ноги и уйти в свободное плавание. Чтобы как можно больше предпринимателей имели такую возможность, 1 августа стартовал очередной конкурс на предоставление офиса в бизнес-инкубаторе. К основным условиям, предъявляемым предпринимателям для участия в конкурсе, относится обязательная регистрация на территории Ненецкого автономного округа. Срок деятельности предпринимателя не должен превышать трёх лет. И у предпринимателя должна отсутствовать задолженность по платежам налоговым и иным платежам бюджетной системы Российской Федерации. При отборе участников будут учитываться социальная значимость и актуальность бизнес-проекта для округа. Его конкурентное преимущество и финансовое обеспечение. Заявки от потенциальных резидентов принимаются в Центре развития бизнеса НАУ по улице Ненецкая, 3, с 1 по 15 августа. Итоги конкурса будут подведены 23 числа. Сейчас в бизнес-инкубаторе осталось всего два офиса, на которые могут претендовать предприниматели. Их площадь составляет 6,20 квадратных метров. В будущем резиденты арендуют их по льготной цене – всего 360 рублей в месяц за квадратный метр. Также новички бизнеса будут иметь возможность пользоваться конференц-залом для проведения деловых встреч, а также получать бесплатные консультации от специалистов Центра по развитию собственного дела. Еще один офис «Мои документы» открылся в Наринмаре. Теперь получить необходимые услуги по принципу одного окна можно в Комплексном центре социального обслуживания населения по улице Рабочая. Там открылись два новых окна для предоставления госуслуг. Распахнул свои двери для удобства граждан еще один офис МФЦ. Два новых окна, которые с сегодняшнего дня будут работать в здании Комплексного центра социального обслуживания в Хариверской, уже принимают первых клиентов. Давайте мы вас зарегистрируем, и вы сможете получать услуги в электронном виде. Например, необходим только паспорт. С доброй улыбкой первого гостя встречает одна из сотрудниц территориального подразделения Елена Ворона. Ведущий инженер-инспектор уверена, уже завтра сюда будут приходить десятки клиентов, ведь место выбрано не случайно. Здесь располагается гостиница, наплыв людей большой. Поэтому мы будем востребованы по поводу паспорта, свидетельства о рождении. Я думаю, будем принимать заявочки на СНИЛС. Думаю, что будет востребовано, так как сюда люди приезжают в сел, им необходимо будет оформлять документы. Жителям сел и города можно будет не только оформить документы, но и зарегистрироваться на портале госуслуг. Их, несмотря на скромные размеры офисов, здесь будет предоставляться более 360. Перечень услуг, которые будут оказываться здесь, такой же, ничего не меняется. Все то же, как и на Ринмарском офисе и в офисе поселка Искателей. Специалисты обученные, специалисты достаточно грамотные. Все системы у нас подключены. И СНФЦ, и по услугам Росрееста система подключена. В настоящее время в окружной столице открыто 9 окон многофункционального центра «Мои документы». Еще 4 окна обслуживают жители округа в поселке Искатели, 18 в других муниципалитетах региона. В настоящее время региональный центр «Мои документы» предоставляет 365 федеральных, региональных и муниципальных услуг. За 7 месяцев текущего года в окна МФЦ обратилось более 37 тысяч жителей региона. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Место для встречи и полезного досуга. В Наринмаре презентовали новую детскую площадку на улице авиаторов. Ее появление с нетерпением ждали более сотни детей, проживающих в новом квартале. Осуществить мечту ребят и их родителей помогли недропользователи. В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ниницкого округа нефтяная компания «Лукойл» помогла приобрести и установить детский спортивный городок. Кто хочет? У красной ленты главные виновники торжества. Детская площадка открывается именно для них – детей, проживающих в квартале по улице авиаторов. Новый район заселился уже давно, а вот инфраструктура только создается. Детская площадка – еще один шаг на пути комфортной жизни в Наринмаре. Когда бываю во дворах, конечно же хочется, чтобы у детей была возможность проводить время на улице в благоустроенных местах. Конечно же хочется, чтобы был спорт в школах. Именно поэтому мы поддерживаем эти проекты, в том числе и проект губернатской библиотеки, чтобы была возможность читать книги. Новый городок сделали максимально безопасным и интересным для детей. Спортивная площадка для игры в баскетбол, игровая зона с качелями, песочница, горки. Специальное покрытие из резиновой крошки детям не навредит, даже если они упадут. Спортивная площадка – особая радость для Надежды Соколовой. Житель многоквартирного дома любит устраивать во дворе детские игры и праздники. Она одна из тех, кто родил за появление игровой зоны в новом квартале. Глава региона лично поблагодарил Надежду Соколову за неравнодушие и содействие в появлении детской площадки. Я стала проводить здесь постоянные мероприятия. Наверное, это сыграло свою роль. Меня постоянно спрашивают, за что и почему. Я только думаю о том, что, наверное, решили поддержать мою инициативу. И за это огромное спасибо всем, кто помог сделать такое чудесное приобретение нам. Рады приобретению не только дети, но и родители. Теперь нет необходимости идти с малышом в другие кварталы, ведь есть своя современная детская площадка. На самом деле, очень здорово, что сделали такую площадку. Здесь, конечно, раньше не так было. Сейчас есть где и поиграть с ребенком, и площадка. Мне нравится. Дочки так вообще не вытащишь, домой не загонишь. Новый объект – еще один результат социально-экономического взаимодействия недропользователей и Ненецкого округа. Проект выполнен в рамках сотрудничества администрации региона с нефтяной компанией «Лукойл». Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Конкурс красоты для приусадебных участков. Региональное отделение Союза пенсионеров России объявил о втором окружном смотре конкурса «Чистое подворье». В этом году оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах Ненецкого округа. В прошлом году в огородном состязании приняли в участие более 200 жителей из разных населенных пунктов. Самому старшему конкурсанту из Каратайки было 84 года. С теми, кому предстоит сразиться за титул самой лучшей дворовой территории, пообщалась Любовь Пермякова. Тут, конечно, есть немножко из теплицы я покупала. Уход, конечно, ухода очень много. Лидия Некрасова показывает нам свое огородное царство. Для будущей конкурсантки «Чистого подворья» земельный участок по переулку Сахалинский – это не просто место жительства картошки, огурцов и помидор. Это еще и территория отдыха хозяйки дома и ее семьи. Для души отдыхаешь. Просто когда вот все цветет, такая красота, просто душа. Я еще говорю ребятам, сделайте скамеечку, чтобы мы могли отдыхать. Еще все оборудуюсь потихонечку. Землю я, конечно, люблю. Ковыряться для меня – это болезнь, наверное, уже. Так мы выросли в своем частном доме всю жизнь с землей. Так что, и вот это вот к этому тянет что-то садить, что-то выращивать. Родительский дом, про который рассказывает Лидия Егоровна, находится по соседству. Там живет ее родная сестра, а еще и конкурентка по конкурсу «Чистое подворье» Надежда Кычина. Вот картофель уже цветет, цветочки, калиндула цветет, циние, потом бархатцы растут. У меня в основном цветы вот эти, люблю цветы, калиндулы, бархатцы. Ну, там подсолнух. Здесь выросли, здесь, на этой земле. Мама тут цветочки – это же родительский дом. Мама любила цветочки, и у нас продолжение рода, как говорится. Любим все цветы выращивать. Надежда Кычина – садовод со стажем. На ее участке растет более 15 видов цветов и разных культур. Пока таким обилием растений не может похвастаться новичок огородного дела Валентина Таратина. Но женщина уверена, что уже на следующий год ее участок приобретет необычное дизайнерское решение. Цветовод начинающий. Года три, наверное, всего занимаюсь, потому что вышла только на пенсию первый год, и вот время свободное появилось. Но в этом году, конечно, все поздно. Все на месяц позднее, садили все на месяц позднее. В конце 20-х числа июня садили. Все поздно. Да, не за погоду, а паводок. Мы же затопляемое место. Несмотря на часто затопляемое место, участок Валентины Федоровны находится у реки Печора, и поздние сроки посадки, яркие цветы на огороде все-таки порадовали хозяйку. Это цветы дельфиниум. Это многолетник. В общем-то, он неприхотливый. Кроме дельфиниума, на участке красуются васильки, акониты, пионы, лилии, мальва. Есть клубника, растет даже кедр. В общем, у Валентины Федоровны, как и у других жителей округа, цветет огород на зло всем законам природы. Именно такие участки скоро оценят в рамках второго окружного смотра конкурса «Чистое подворье». В прошлом году его границы расширили до регионального масштаба. Тогда участие в нем приняли 16 населенных пунктов. Верхняя, Нижняя Пеша, Волоковая, Хангурей, Великовисочная, Лапожская. Всего порядка 200 личных хозяйств. В этом году количество желающих продемонстрировать красоту своих хозяйств, по словам глав муниципалитетов, будет больше. Да, в чистом подводе у нас граждане будут участвовать обязательно. У нас любят заниматься и разведением цветов, и садить такие насаждения, которые приносят плоды. У нас люди каждый год украшают свои придомовые территории, особенно где частные дома. Это и какие-то изготовления украшением из подручного материала. То есть вот эти камеры, покрышки, вот эти все используются какие-то клумбы. И особенно у нас хорошо, активно участвуют населения Нижней Пеши, Волоковой и Верхней Пеши. Конечно, красивые участки есть, есть что показать. Очень много цветов высаживают, ухаживают за своими придомовыми территориями. Этим летом оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах. Главным критерием оценки огородного состязания станет творческий подход к оформлению участка, урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн и состояние фасада. Итоги будут подведены в середине сентября. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 85 лет исполнилось организации, без которой трудно представить комфортную жизнь на севере. Некогда небольшое учреждение «Центральная окружная аптека номер 22» выросло в крупную сеть аптек и аптечных пунктов города и округа под названием «Ненецкая фармация». Коллектив по праву гордится своей богатой историей и первооткрывателями. Продолжит тему Любовь Пермякова. А вот Татьяна Пелистратовна молодая у нас. Это вы где? Я на складе работала в своем время. На этой фотографии молодая и красивая Татьяна Соколова отпускает дефицитные лекарства. Когда-то в далеком 67-м году юной 19-летней девушкой она приступила к своей трудовой деятельности. Начинали мы со старой аптеки, когда была деревянная у нас аптека. Начинался рабочий день. Приходили на работу. У нас за каждым почти была закреплена печка. Чтобы был истопник, но надо было ее дотопить, закрыть, чтобы было тепло. Старая аптека, а точнее аптечный пункт сначала находился на лесозаводе, потом в здании окружной больницы. И только в 1939 году было построено одноэтажное здание. Именно там Татьяне Пелистратовне посчастливилось познакомиться с той, что заложила первый кирпичик в это нелегкое дело, организатором первой аптеки в округе Любовью Грек. Это ее портрет на памятной табличке можно увидеть при входе в центральную аптеку. Когда я пришла на работу, ну как, ее приглашали, был то ли юбилей, то ли наш, я даже вспомнить не могу точно. В общем, у меня молодая еще была, только-только, с училища. Меня попросили подарить и подарок там, ну и так взаимно, как бы от поколения к поколению передалось. Свою миссию тогдашнее молодое поколение выполняло на отлично, о чем свидетельствуют заслуженные награды самых высоких уровней. Например, в 1982 году окружная аптека получила бронзовую медаль ВДНХ за хорошее обеспечение населения медикаментами. С тех пор планку окружные фармацевты не опускают. Потому что, во-первых, сохранены традиции. У нас остались еще ветераны, которые передают свой опыт молодым. Молодежь у нас остается и такой задор нам передает свой, потому что молодежь приходит с горящими глазами, она хочет работать, что всех нас очень так подстегивает, стимулирует. Ну и, наверное, потому что мы все просто очень хорошие. Сейчас таких профессионалов в Нениской фармации трудится более 60 человек. Государственное унитарное предприятие имеет в своем составе три аптеки, 18 аптечных пунктов на территории города и Нениского округа. В одной из них на лесозаводе более 40 лет работает Людмила Цепковатая. В 73-м году, окончив Архангельское училище, юный фармацевт пришла на любимую работу. Там печечки были, печки топили, прохладненько было, холодно, зимой особенно. А много ходило народу? Ну, народ ходил, лесозавод был, работал уже тогда в трясмене, так что народу здесь много было. И ходили люди, да, рабочие ходили. Вот и сейчас, как смеясь говорит Людмила Александровна, сюда не зарастает народная тропа. Ведь люди ходят не только за лекарствами, но и за добрым советом. Народ любит, придет, поговорит, нравится. Они уже привыкли ко мне, считают, как родным человеком. Любите вообще свою работу? Ну, конечно, если отработала 40 с лишним лет, так, наверное, люблю. Не работала бы, наверное, если бы не любила. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все новости. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова